Что такое символы шага? А, В, 0, если А делится на В, 1, если А не делится на В, и А в степени В минус 1 пополам сравнимо с единицей по лобулю В. Минус 1, если А не делится на В, и А в степени В минус 1 пополам сравнимо с минусом единицей по лобулю В. Я записываю это в следующем образом. Это очень простой способ быстро понять все эти строчки, на самом деле, записываются таким образом. Обычно это называют формулой А для неносимого держава. Либо просто. А как же его записывают обычно? Какое стандартное определение во всех учетах? А, В, это 0. Если А делится на В, 1, если А сравнимо с Х квадратом. Вот давайте так что-то строго напишем. Если существует Х, которое не делится на В, и А дает такой же остаток, как и Х квадрат, при делении на В. Вот. Ну и, наконец, минус 1, если для любого Х, А несравнимо с Х квадрат, по-моему. Давайте разбираться, почему же на самом деле это, это и это, да, ну и то же. Ну, почему это и это, ну и то же, надеюсь, все понимают, да? Правда, собственно, а почему я думаю, что А в степени по минусу 1,5, это вообще обязательно будет единица или минус 1. Может быть, какой-нибудь совсем другой, оказывается нет. Дело в том, что А в П минус 1, это всегда единица. Но, что такое А в П минус 1? Это значит, что вот так вот. А это что такое? Это А в степени П минус 1 пополам, минус 1, умножить на А в степени П минус 1 пополам, плюс 1. Вот, господа, смотрите, я, разумеется, это написал для ситуации, когда число А не делится на В. Если А делится на В, то просто символы жанра 0 и все. Так вот, смотрим сюда, произведение при любом не делящейся на то числе А делится на В, значит, А в степени П минус 1 пополам, или дает остаток 1, или дает остаток П минус 1. Отлично. Значит, я объяснил, почему здесь обязательно будет 1, где минус 1. Замечательно. Теперь, давайте подумаем, как связано вот это А в степени П минус 1 пополам с х квадратом. Почему на самом деле вот это соответствует этой строчке, а здесь соответствует этой строчке? Ребята, высшей степени простое на числе. Вот, смотрите, я уже вам говорил, что многочлен П минус 1 разлагается на линейные нормы. Но вот это, например, член П минус 1 разлагается на линейные нормы, а значит, ровно П минус 1 пополам чисел, удовлетворяя, делится на П здесь, и ровно для П минус 1 пополам чисел на П делится вот это. Замечательно. То есть чисел, которые фигурируют во второй строке, П минус 1 пополам чисел. И чисел в этой строке тоже П минус 1 пополам чисел. Сейчас посмотрите, пожалуйста, сюда. Что значит А сравнимо с х квадратом? А в начале. Давайте посмотрим. Ну, вы знаете, фактически вычитали? Что если возведешь в степень П минус 1 пополам, то получаешь х в П минус 1, то есть единицу. Ребята, все квадраты удовлетворяют это условие. Если число это квадрат, то при возведении в степени П минус 1 пополам получаем п. Значит, вот этих чисел минус 1 пополам что-то, да? Еще такая вещь. Выписали все числа от 1 до по минус 1. Взвели в квадрат. Понимаете ли вы, что 1 и минус 1 в квадрате дают одно и то же? И вообще А и минус А в квадрате одно и то же, правильно? И с другой стороны, если у вас А квадрат и Б квадрат одно и то же, то это же означает, что А квадрат минус Б квадрат делится на П, значит А минус Б умножить на А плюс Б делится на П. То есть, либо А это Б, либо А это минус Б. То есть, возведение в квадрат, отличаясь на квадрат, ноль, возводится в квадрат, получаешь ноль, а все остальные числа объединяются парами. Объединяются парами. Вы посмотрите, по-моему, теперь все должно быть очевидным. У вас одно число, П минус 1 чисел, вариантов для Икса. При возведении в квадрат, объединяются парами. Получается, П минус 1 пополам числа. То есть, чисел, которые вот в этой строке, их ровно П минус 1 пополам. Отлично. Но если здесь их П минус 1 пополам, и здесь одно, то все получается под плюс 1 пополам, и значит, для нижней строчки осталось ровно П минус 1. Такие легко было то же самое. Этим было П минус 1 пополам, и вы поняли, что если Икс квадрат, то он такой. Я объяснил, почему я не снижаю. Ну, я автоматически получил вот эту самую формулу. Вот эта формула Икс для Ассинь. Хорошо. Забавно, в частности, если вы берете квадратичные вычеты, то есть вот эти чиселы, то их ровно столько же, сколько квадратичных и вычеты. То есть, важно, это что надо делать. Всегда полезно. Хорошо. И в Афине есть совершенно очевидное следствие из того, что я думаю, что я объясню. Из этой нашей замечательной формулы. Вот смотрите. Берем произведение, это число. Там написано, что это то же самое, что АВ в степени П-1 пополам. Но это А в степени П-1 пополам умножить на В в степени П-1 пополам. А это А по П умножить на В по П. Эта формула называется мультипликативность символа решения. Когда вы перемножаете два числа, то это то же самое, что произведение в степени. Счастливей. Значи. Спасибо. Продолжение следует...